В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Алиса Харлина. Главная тема сегодня. Чем не Луи Виттон? В Клепиковском районе прикрыли массовое производство фальшивок под именами знаменитых брендов. Религия общая, проблема с законом – дело личное. Поимка новых душ, свидетелей иеговы снова не уместилась в рамки закона. Десять лет держат руку на пульсе секрет успешной работы частного охранного предприятия Центра безопасности. Шоппинг в наше время удовольствием не для всех. Зарплаты особенно разгуляться не дают, а потому критерия при покупке одежды всего два, чтобы носилась подольше, а стоила подешевле. Знаменитое «Кэри Брэдшоу» сошла бы с ума, глядя на такого Луи Виттона про утонченный вкус приверженцев «Шанель» и говорить нечего. Не в каждом фирменном магазине покупателю разрешат примерить штучный товар. Здесь он тюками хранится прямо на полу. Пришил этикеточку и готово. А главное, ехать далеко не надо. Цех по пошиву контрафактной одежды один предприимчивый житель организовал в городе Спас-Клепики. Эта продукция куда должна была уходить? Которую мы знаем, они, наверное, на рынке везут в Москву. То есть на рынке в Москву? А на какие конкретно? Ну, там называется на Сукульно. Налицо антисанитария и нарушение миграционного законодательства. На момент проверки в помещениях цехов работали более 37 граждан одной из юго-восточных стран. Покупатель хоть и догадывается, что на рынок вряд ли завозят брендовые товары, но до последнего надеется, что его Шанель ближе всего к оригиналу. Хотя бы носиться будет долго. Многим работникам этого цеха шить придется уже на родине. На сегодняшний день, пожалуй, не осталось ни одного человека, который ни разу не встречался бы с представителями зарубежного деструктивного культа «Свидетели и Иеговы». Не секрет, что функционирование ячей культа осуществляется как в областном центре, так и в ряде районов – Касимовском, Шиловском, Сасовском, Пронском, Рыбновском и Рязанском. Масштабы прозолитической деятельности этого псевдорелигиозного культа действительно ужасают. А придуманная основателем догматика поражает свою беспринципностью и циничностью по отношению к гражданской позиции, религиозным чувствам верующих и здоровью адептов. Недавно две дамы бросили тень сомнения на порядочность «Свидетели и Иеговы». Не смогли по-тихому провести тематическое мероприятие на остановке общественного транспорта «Кольное». Сначала советские районы, а затем областной суд признал их виновными в нарушении порядка проведения публичного мероприятия и назначил наказание в виде штрафа. Рязанский областной суд при рассмотрении жалобы установил, что одна из гражданок была участником несогласованного с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации публичного мероприятия и вынес решение о переквалификации ее действий с пункта 2 статьи 20.2 на пункт 5 статьи 20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. При этом также снижен размер административного штрафа до 5000 рублей. Очень показательная ситуация, сразу вызывающая вопрос, куда же делись хваленые высококвалифицированные юристы из управленческого центра «Свидетели Иеговы». Почему они оказались так заняты, что предложили девушкам самостоятельно решать свои проблемы с законом? Понятно, что вселенское желание адептов угодить своему большому боссу из Штатов вряд ли ослабит штраф в несколько тысяч рублей. Но как-то обескураживает тот факт, что рядовые адепты представляют интересы толстосумов и религиозных фанатиков из Америки, а расплачиваются за проступки самостоятельно. Интересная получается религия. Кстати, для справки. Иеговисты отрицают все государственные институты, отвергают патриотизм, необходимость защищать свою страну. Им запрещено участвовать в государственных и семейных праздниках. Категорически отвергается переливание крови даже в случае смертельной опасности по медицинским показателям. Люди, подвергнутые такой идеологической обработке, перестают быть полноценными членами общества и превращаются в религиозных фанатиков, готовых на выполнение любых указаний. Мало кто задумывается о том, что под красочной вывеской так называемой миссионерской деятельности по спасению человеческих душ иеговисты функционируют исключительно в интересах наших заокеанских соседей. Выполняя указания зарубежных религиозных центров, миссионеры организации собирают установочные данные на жителей населенных пунктов, информацию об их здоровье, отношении к религии, сведения о социально-политической ситуации. В последующем получена информация по четко выстроенной цепочке, направляется за океан, а нам остается только одно ждать реакцию Большого Папы из-за бугра. И если раньше предложение навязчивых иеговистов можно было отсечь всего лишь, закрыв перед носом дверь, то теперь они штурмуют уже не подъезды, а всемирную паутину, где бывает очень трудно отличить вымысел от правды. Разумеется, факты противоправной деятельности тщательно скрываются и умалчиваются. Еще одним направлением затуманивания мозгов активно используемым участниками культа является так называемое служение со стендом, проще говоря, демонстрация наглядной информации, когда стоящие рядом со стендами адепты начинают разъяснять тонкости оккультного учения при проявлении интереса со стороны прохожих. Ни для кого не секрет, что каждый населенный пункт поделен иеговистами на определенные зоны, за которыми закреплены конкретные проповедники. Вот и получается, что во всех районах города Рязани, как часовые, на посту приверженцы культа ежедневно отрабатывают указания сверху по поимке новых душ, умело расставляя сети доброты, внимания и обходительности. Не признавая действующие органы власти и местного самоуправления и не желая контактировать с их представителями ни при каких обстоятельствах, иеговисты осознанно нарушают порядок организации и проведения публичного мероприятия и посягают на общественный порядок и общественную безопасность. Каждый собственник рано или поздно задумывается о безопасности своего имущества. И чем оно более ценное, тем тщательнее стоит подходить к выбору средств охраны и предприятий, которые готовы эти услуги предложить. В настоящее время существует немало способов отпугнуть искателей легкой добычи – сигнализации, видеокамеры, датчики движения, уникальные замки и так далее. Но абсолютно все это не имеет никакого смысла без грамотных специалистов, готовых день и ночь держать руку на пульсе. Времена, когда за охрану общественного порядка и покой граждан отвечала только полиция, остались позади. Сегодня частные охранные предприятия готовы предложить свои услуги по организации контрольно-пропускного режима и охрана объектов. Одно из них – Центр безопасности – это и осенью отмечает юбилей – 10 лет на рынке услуг. В среднем поступает за сутки 15, а то и 30 вызовов. То есть каждая группа порядка 10 вызовов за сутки обслуживает. Каждое утро город просыпается сотнями звуков – от кнопки лифта до щелчка кофемашины и сигнал автомобилей на оживленных улицах. Десятки магазинов, торговых центров и офисов откроют свою дверь для посетителей. А это значит, что примерно с 8 утра сотрудница Центра безопасности Татьяна чуть ли не трижды в минуту будет поднимать трубки телефона и подтверждать, что сигнал прошел. Вообще у нас сейчас идет как-то в течение дня, но вообще у нас с утра, когда идут самые съемы объектов и проверка кнопок у нас. И вечером у нас такой очень напряг большой побед, у нас идут работы чисто по технической работе. Не всегда люди попадают пальчиками на клавиатуру, ну и кто-то где-то немножечко опасно. Нажимайте. Поль, слушаю вас. Здравствуйте. Нажимайте. Спасибо, пожалуйста, прошел. Политка четвертый. Спасибо. Спасибо. Основы охраны объектов предприятия закладываются в IT-отделе. Именно здесь программируются и тестируются приборы, которые впоследствии будут оберегать многочисленные офисы от незваных гостей. В данный момент я подготавливаю прибор Mirage 7803 для нового объекта, который мы планируем в ближайшее время поставить под охрану. Оборудование отечественное, оно и надежное, и относительно недорогое. Инженерная группа постоянно совершенствует технические средства и помогает оборудовать объекты дополнительными системами охраны. Если раньше это был один радиосигнал, то сейчас добавляются, например, проводные системы связи. Если поступает сигнал тревоги, он может поступить и из ларька, и из сберегательного банка. Мы к ним относимся одинаково. Даже ложные сигналы тревоги, которые поступают иной раз с объекта, и работники данного объекта даже нам перезванивают. Один бывает, что, извините, случайно нажали на кнопочку, мы все равно посылаем туда группу, и она подъезжает и проверяет. Ведь согласно непреложным законам жанра, опытный грабитель может заставить работника офиса или предприятия подтвердить отбой, так что проверять приходится абсолютно любую информацию. Нет такой, чтобы все уехали на обед, либо на смену, а объекты остались без охраны. Всего в частном охранном предприятии Центра безопасности шесть экипажей. Пока три из них принимают очередную смену, остальные перекрывают город. Каждое рабочее утро со стороны похоже на мини-парад. В ряд стоят начищенные до блеска рабочие автомобили, а водители готовы хоть сейчас подтвердить боеспособность своих железных коней. Проводится визуальный осмотр автотранспорта, чтобы все фары, все лампочки, все горело, моргало. Задача водителя – это при получении сигнала тревога с пульта быстро доставить группу, соблюдая все правила дорожного движения, охраняемый объект для осмотра объекта. Что характерно, на дороге такие дежурные машины, кроме логотипов на кузове, абсолютно ничем не привлекают внимания. Законом не предусмотрена такая дополнительная привилегия, как, например, мигалка, а отбор сотрудников проходит, как во всех силовых структурных подразделениях. Начнем с того, что я всю жизнь поработал сотрудником инвенциальной охраны, то есть всю жизнь как практическая охрана объекта, как соцсобственности граждан. Статистика такая, что более 50% у нас сотрудников бывших органов внутренних дел. Люди, которые увольняются на песню после 40 лет, они находят дальнейшее продолжение своей деятельности у нас. Каждое утро расписано по минутам. Сотрудники проходят обязательный инструктаж, знакомятся со сводками и получают ориентировки. Было 24 выезда, из них 4 тревожные кнопки, вот все ложные. Построение, проверка служебных документов и, что называется, по коням. Группа мобильного реагирования постоянно как на ладони на мониторе дежурного. Целые сутки мы их видим. В режиме онлайн? Да, в режиме онлайн, скажем так. Вот все передвижения, сейчас они расставлены по точкам. Если исчезает, допустим, у нас какая-то машина, у нас есть связь с теми людьми, которые нас обслуживают, поэтому мы сразу делаем звоночек и все сразу у нас налаживается здесь. Количество охраняемых объектов, понятное дело, информация секретная, как и сердце предприятия. Например, за эту неприметную дверь попасть могут только специалисты. В небольшой комнате с особым температурным режимом находится пультовое оборудование. Этот вид охраны, несмотря на широчайший спектр современных услуг, стал, пожалуй, самым популярным. Поступивший на пульт сигнал передается дежурным группе немедленного реагирования. И через считанные минуты экипаж прибывает на объект. Объектов много, и нам необходим обменный фонд. То есть, если вдруг выходит из строя какой-либо прибор на объекте, у нас здесь все в наличии. Мы в кратчайший срок, а по договору это в течение часа, устраняем недостатки на объекте, и он снова у нас встает под охрану. Этот алгоритм действий стал настолько привычным для обывателей, что перестаешь видеть за ним людей. Но что особенного, сработала где-то сигнализация. А ведь только в этих стенах около сотни человек, включая монтажников охранного оборудования, будут анализировать, что стало тому причиной. Злостное проникновение, сильный ветер, отключение электроэнергии или поломка. Ребята молодые, практически все из радиоинститута, высшее образование, поэтому занимают ридирующие позиции в среде монтажных организаций области. Приятно отметить, что услуги предприятия Центробезопасности востребованы и далеко за пределами региона. Например, в Тамбове это сеть магазинов Дикси. И речь уже не только об охране объекта, но и об установке системы пожарной сигнализации. То есть на наш пульт поступают сигналы о возможных возгораниях, которые мы в автоматическом режиме передаем на пульт 01 МЧС. Сотрудники Центробезопасности не наделены полномочиями действовать вне охраняемых объектов. Но это не значит, что они остаются безучастными к происходящему на улицах. Органы внутренних дел, опираясь на наших работников, получают поддержку в различных массовых мероприятиях. То есть мы участвуем в различных оцеплениях. А еще благодаря единой дежурной части частных охранных предприятий экипажи своевременно получают ориентировки от ОВД. Быстро увидеть, быстро сообщить полиции. Ну, кстати говоря, что сейчас на нашу информацию полиция реагирует очень быстро. Если помните, резонансный случай был в начале года, когда странный, мягко говоря, товарищ разгуливал по улице Циолковского с предметом, похожим на пистолет. Они готовы и к хулиганам, и к супергероям, в кавычках, разумеется. По улице Ленкова самого, молодой человек, средний рост, охладачал телосложение, синий катаклей, с капюшоном, в синих джинсах, на голове маска человека-паука. Отобрал у девушки телефон Ленова, побежал в сторону партнера. Их будни не похожи на праздники, да и праздников, как таковых, особенно нет. В те же новогодние каникулы на работу выходят даже директора. Репутация завоевывалась годами, сегодня предприятие работает как один отложенный механизм, где главные звенья все-таки люди. Дай Бог им всем здоровья и поздравляю с наступающим нашим юбилеем. С удовольствием присоединяемся к поздравлениям и желаем, чтобы работа сотрудников частного охранного предприятия Центра безопасности носила исключительно профилактический характер. На сегодня все. Смотрите премьеры. Программа «Вызов» принят каждый четверг. А всю телевизионную продукцию канала вы найдете на сайте город62.тв. Удачи и до новой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин